сегодня я буду вместе с мужем конечно он мне будет помогать будем переделывать вот эту маленькую клумбу ну клумбы ее не назвать в общем это такая у нас полоска земли разделяющая дорожку садовую от площадки где сын ставит машину что мы решили сделать у меня есть кустарники вот они они сейчас я вам покажу вот между ту ими растут видите пузыреплодник вот сразу забыл даже как называется и они у меня в каждом промежутке посажены вот они когда-то это были маленькие деревца но они сейчас активно начали разрастаться и конечно если они будут большие они здесь будут мне мешаться в общем мы решили отсюда их убрать я сейчас отвлекусь отвлекусь пришел код вон он тема пришел кушать вот он второй год ко мне ходит я его не могу никак приучить вот не могу к нему приблизиться он сейчас убежит пусть кушает его ищет хозяйка я вам уже говорила он потерялся хозяйка приезжала сюда ко мне вместе с мужем мы его здесь везде искали потому что я объявление давала о том что вот такой кот здесь бегает как будто бы ничейный вот и она узнала что это ее котик она приезжала ко мне но мы его не нашли и он пропадает надолго я не знаю где он живет в общем он надолго пропадает его не бывает неделями а потом вдруг появляется появляется приходит ко мне кушать вот но я не могу его никак поймать потому что сама хозяйка говорит если сможете его поймать поймайте я за ним приеду у него на одном глазике по моему бельмо в общем мутный глазик у него и он какой-то не ухоженный но видно что он живет наверное не дома я потихоньку приближаюсь но он очень осторожен к этому относится его зовут тема но он не откликается его так звала хозяйка видно дерется вон ушко 1 у него загнута пусть покушает я тихо-тихо приближаюсь чтобы его не спугнуть пока он кушает голодный темочка темочка хорошая киса тема кушай тема кушай тёмочка кушай мой хороший тёма тёмочка золотой мой кушай 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 то вкусняшки кушай я уже почти близко подошла но он сейчас поезд и убежит он так не подпускает вообще-то близко просто он голодный тёмочка прямой золотой кушай тёма тёмочка тёма ты мой мальчик не бойся не бойся кушай 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 мой хороший кушай тёма кушай тёма в общем отвлеклась на кота давайте ближе ближе к делу вот этот кустарник я здесь оставлю вот этот он большой а вот эти вот сейчас мы все будем убирать выкапывать пока они небольшие можно и вполне выкопать с большим комом земли мы сейчас это сделаем как раз дождь прошел земля мокрая вот ну и в общем будем вот эти все кустарники переносить вот сюда и здесь будет такая небольшая ширмочка что ли и мне легко будет здесь ухаживать за этим кустарником я его буду подстригать регулярно а вот эти хосты мы отсюда сейчас уберем я приготовила виллы буду их выкапывать и мы будем их сажать вместо вот тех кустарников в общем спокойно нам не сидится как говорится я что дома люблю перестановки делать мебель таскаю туда-сюда и точно так же здесь на участке если мне какая-нибудь идея взбредет в голову и если конечно муж меня чаще всего поддерживает то все до дымка все берегитесь как говорится вот как мне снимать так обязательно шум соседи там чего-то косят не знаю что делаю в общем бы получилось вот так вот видите они разного цвета один пузыреплодник более такой светлый что ли с оранжевым оттенком другой вот такой и вот эти мы посадили с краю сюда в общем сюда поместилось четыре куста они немножко привяли сейчас у нас пойдет дождь смотрите какая тучка сегодня грозу обещали так что в принципе можно даже не поливать хотя нет я пролью сейчас по листве в общем не так больше нравится как будто эти кустарники здесь прям и были кусты немножко разрастутся я их подстригу придам им форму сейчас пока трогать их не хочу пусть приживутся так ну и я выкапывала все хосты которые здесь были вот они они вот они выкопанные лежат и сейчас я их буду рассаживать какие-то поделю какие-то нет посажу прям так у меня конечно много еще бредовых идей по участку но в общем потихоньку я и буду воплощать в жизни как говорится на что хватит мне времени доделала я грядку вот эту сейчас я вам покажу вот добила я ее все таки до конца удалила сорняк который здесь был и вот в те места где были кустарники посадила хосты вот здесь все разровняла все теперь ровненько вот вот там вдалеке хосты будут хотела полить увидела тучку и не стала поливать а дождя все нет и нет хотя на сегодня даже грозу обещали ну ладно земля влажная нормально развязала гортензии они у меня были на зиму связаны в общем освободила я их так скажем распрямила теперь нужно подкормить землю всю прорыхлила вот это молодые кустики вот они в прошлом году я их сажала вот это тоже все по обрезать сухое гортензии у меня зимуют без всякого укрытия осенью я делаю им обрезку санитарную потом весной я ничего не делала вот сейчас нужно вот эти сухие все ветки по обрезать вот внизу тоже сухие веточки тоже надо все удалить это я уже буду завтра этим заниматься и значит с этой стороны посмотрите как смотрится с обратной стороны вот так в общем теперь здесь нет кустарников и это даже очень хорошо кустарники я лишнее высадила за забор кстати пусть там растут следующая какая у меня идея значит сюда когда-то я высаживала маленькие хосты молодые и они сильно разрослись в общем отсюда тоже буду убирать потому что здесь совсем узкая полоска земли и здесь тесно этим хостом в общем буду все отсюда выкапывать и раз земли здесь совсем мало значит сюда практически ничего нельзя будет посадить и мы сможем решили сюда воткнуть девичий виноград я обрежу черенки в общем повтыкаем и у нас вот этот забор закроется весь виноградом как раз около входа я думаю будет хорошо и с этой стороны с этой стороны от крыльца тоже у меня хосты и в общем и отсюда будем убирать и пусть у меня здесь плетется виноград сделаю какую-то подвязочку для винограда чтобы было ему за что цепляться будет он у меня здесь расти я думаю будет хорошо кстати вон видите вот эти кирпичи откуда выходит провод кабель вот там у меня живут каждый год воробьи там птенечки маленькие и в общем нашли место вот такое тихое и каждый год воробьи они сейчас там живут а под крыши живут скворцы и вот возле гаража у меня есть вот такой тоже уголочек я до него еще пока не дошла в общем здесь у меня барбарис уже разросся надо его наверное чуть тоже укоротить подстричь здесь у меня папоротники хосты вот этот сорняк весь надо по обрезать вот этот молочай он растет как сорняк но он мне нравится в принципе пусть растет у меня вот эти папоротники они здесь то вы макают то вымерзают то появляются в каких-то новых местах в общем непонятно вот этим углом мне тоже предстоит заниматься и так как у меня остался один мешок с корой то я его решила использовать вот именно вот в этом месте но у меня нет черного агротекса и его нет садовом центре мы кстати искали плотный агротекс все разобрали я не знаю где найти может быть строительных материалов посмотрим какой-нибудь в общем что я буду делать там пусть у меня растут хосты все будет на дальнем плане а вот здесь вот эту линию вернее полосу вот эту я всю буду загораживать агротексом и куплю еще щепы надо посчитать сколько мне сюда мешков еще уйдет и вот здесь у меня полоса будет полностью закрыта щепой декоративной ну а там пусть хоста будет туда щепу бесполезно потому что хвоста листьями все закроет всю землю вот эту пустую там декорировать ничего не надо сама хвоста красиво все укроет сегодня наконец-то у меня руки дошли вот до этого места значит я вам уже показывал что здесь хвоста сидели но ведь какой участок вот он совсем узкий и хвостом здесь плохо они упираются вот с этой стороны забор корни ушли вообще туда под забор в общем мы здесь ели ели их выкопали даже сломали вилы вот вилы вот здесь переломились пришлось делать черенок другой в общем вот я все здесь подготовила прорыхлила землю вот с этой стороны тоже убрала хвост и все и я буду в это место сажать девичий виноград я уже обрезала вот такие плети и значит что я буду делать здесь нужно будет вырыть просто канавку и в эту канавку уложить плети они укоренятся появятся появятся корешки обычно они появляются вот в этих междоузлиях вот здесь и все ростки пойдут расти вертикально то есть вот таким легким способом можно укоренить девичий виноград вот так вот я уложила даже вот в два ряда кое-где теперь надо полить и закопать землей можно даже вот эти зеленые отростки тоже закапывать ничего страшно они пробьются это знаете какой злостный сорняк этот виноград мне кажется у кого его нет тут мечтает его завести а у кого он есть тут мечтает от него избавиться некоторых местах и с другой стороны вот от калитки то же самое я сделала уложила горизонтально теперь надо полить конечно прежде чем высаживать вот такой девичий виноград вы должны осознавать что это растение очень агрессивное оно подавляет рост рядом растущих растений поэтому конечно лучше виноград сажать отдельно от других растений вблизи него очень плохо развиваются все остальные за сезон виноград такой дает приличный прирост ну и потом конечно он цепляется за все что ему попадается на пути оплетает все меня даже уже на беседку на крышу в прошлом году заходил хочу вам показать просто обалденную коллекцию колиусов это укорененные растения стаканчиках они все подписаны маркером написан сорт название каждого колиуса эти растения попали ко мне одним удивительным способом сейчас расскажу сегодня мы с мужем поехали в наш магазин в пятерочку и подходит ко мне дома и говорит татьяна здравствуйте я вас узнала и узнала на меня по моей желтой кепке в которой я много раз снимала видео так вот оказалось мы живем с ней в одном районе недалеко друг от друга зовут ее анна и в общем она пригласила меня к себе в гости и поделилась со мной черенками колиусов оказывается это ее увлечение и вот она специально для меня уже заранее подготовила во все вот эти черенки написала мне в одноклассниках что она хочет со мной поделиться а я все время думала ну куда же я их посажу у меня места даже нет ну и в общем как то я такого внятного ответа ей даже и не дала на сообщение а тут случайная встреча ну и конечно от такого щедрого подарка я просто не смогла отказаться анна огромное вам спасибо это ж такая красота я каждое растение посажу отдельно в красивый в белый горшочек и буду с любовью ухаживать за вашими растениями спасибо огромная она у анны великолепный участок у нее она становитесь блогерами вам есть что показать ей что рассказать у нее растения по моему есть наверное все очень все с любовью у нее посажено все ухожено участок какой красивый как ботанический сад и что интересно я была в маске так она меня все равно узнала так что за маской и не спрячешься